Я приветствую вас на канале Аленин сад, и в этом видео я расскажу о своих постройках в саду, которые я сделала в течение этих трёх лет. Было множество, множество скептических замечаний и по поводу высоких грядок, и по поводу арки, и по поводу шпалеры для фасоли, и опоры для фасоли, которые я все сделала из веток орешника, ивы и ольхи. Но сегодня я хочу показать, как это всё выглядит в действующем состоянии, то есть в августе, когда на них есть растения, как это всё выглядит, и сгнило это или нет. Вот так выглядят мои опоры для фасоли, которые я делала ещё два года назад, то есть одну я делала год назад, и одну два года. И одной из этих опор уже три года, и она прекрасно себя чувствует, стоит, выдерживает ипомею, которую я посадила в этом году. Но, к сожалению, вот уже середина августа, а ипомея только начинает зацветать. Но опоры, посмотрите, прекрасно себя чувствует, и как замечательно смотрится. Если поставить их несколько в ряд, то можно создать из них любую абсолютно ширму, от чего угодно, разграничить пространство, как вам этого хочется. И они, конечно, переносные, их можно переносить и ставить куда угодно. Дёшевое сердит. Стоп. А это моя высокая грядка, которая отслужила мне уже второй сезон, два лет она у меня тут стоит. Также скептики говорили о том, что она и один сезон не продержится. Ну вот, два лета простояло, ничего не сгнило, колышки крепкие стоят, не выдернешь их просто так. Веточки целые, ничего я не чистила от коры, не очищала и ничего не сгнило мгновенно, потому что на гниение всё-таки цельной древесины нужно достаточно много времени. Даже на моём сыром участке за два года ничего не успела ещё сгнить. И она может ещё спокойно два года простоять, а потом можно просто эти прутья заменить или поставить доски сюда. Вот разбогатею, сделаю грядки из досок. А это моя арка, которую я строила этой весной из веток орешника. Вот так она выглядит на сегодняшний день. На мой взгляд, симпатично. Я не знаю, если кто-то, конечно, скажет, что это некрасиво, что это очень убого, и не стоит никому показывать и рассказывать об этом. Ну, на мой взгляд, красиво, во-первых, а во-вторых, я дарю вам идеи. Вы можете реализовывать их более качественно, более эстетично, чтобы это выглядело. По-моему, идея-то за бесплатно, это очень хорошо. А это моя шпалера для фасоли. Можно использовать для огурцов, для ипомии, для чего угодно. Вот так она выглядит. Нет, конкретно про это мне писали, о том, что это убожество, которое нельзя никому показывать, и как это выглядит страшно, пока это все не оплетут растения. Ну, я хочу сказать, что у каждого свой вкус. Кому-то нравится барокко и рококо, а я это все терпеть не могу. Все это золото, бриллианты и какие-то навороченные финтифлюшки. Мне это ужасно не нравится. Но я же не пишу всем и не рассказываю про то, как я это ненавижу. А кому-то не очень нравится рустикальный стиль, а я его обожаю. Каждому свое давайте будем вежливы в общении друг с другом. И шпалера, по-моему, выглядит прекрасно. Она не только красива, она еще, как я и хотела, создает стеночку, отгораживает меня от соседского участка. И когда я захожу себе на участок, я вижу красоту, которая меня очень радует. Ну и, конечно же, вот уже начинают отрастать фасолинки. Это спаржевая фасоль, которую я буду собирать и замораживать. Ну, или использовать в свежем виде. Давайте мы все вместе наберем 10 тысяч лайков под этим видео. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!